Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова «Идеальный год для сельского хозяйства. Не хлебом единым жив человек. Пусть старым укосом прекрасные травы, хорошие зерновые». Александр Лукашенко отзнашая, усе, что залежало от державы для поспехового проведения уборочной кампании, было зроблено. И тем не меньше в некоторых регионах дрэна подрыхтовалися до полевых работ. В господарках назирается недохоп механизаторских кадров. Техника неуполные меры забеспечена горучим. Не усюды одремонтованные зерни сушилки. А у селедних умовах на дворе их роль особливо значная. Мородить с уборкой нельга. Коли зерни досягая вильгати 20%, треба починать его сбирать. А уже после на зерни сушилках доводить до потребных кондиций. Особливую увагу, керавник краины, звертая на стан техники. 7-8% комбайнов по краине неосправные. Сегодня техники, как никогда, в сельскохозяйственных организациях, ее предостаточно, ее даже излишки, если эффективно использовать, то треть техники можно держать в резерве. Но мы это не умеем делать. Дошли до того, что уже в средствах массовой информации, мы это будем каждый день показывать, без хозяйственности, никто не контролирует. Как там используется техника, как она хранится. Я на это обращаю серьезное внимание, потому что я знаю, чего стоила эта техника для государства. И для меня в том числе. Некоторые до сих пор еще за пять лет за нее не рассчитались. А она уже под забором стоит. Вот за это прокурор и милиция спросят. У нас пока много безалаберности, элементарного разгильдяйства и досадных недоработок, которые в нынешних условиях недопустимы. Под час нарады каждый керавник региона выступает перед президентом со справоздачей. Старшиня Гомельского Аблвыконкама докладывает об ходе жнева в нашем регионе. В оперативных даденах убрано уже треть площадь. Намолочено около 320 тысяч тонн сборжа при средней урожайности, амаль 29 сантиметров с гектара. Аграры в области селита различуют повеличить огольный намолот у поравнаний с минулым годом на 13%. С уликами кукурузы плануется собрать 1 миллион 400 тысяч тонн сборжа. Я хочу сказать, что наш президент нас настраивает сегодня на то, чтобы у нас получалось, чтобы мы достойно представляли свою область. И самое главное, вы слышали, наверное, оценку президента, что он ждет от нас максимально получения здесь, на этой территории результата. Ну а за этим стоит жизнь людей. Это не только губернатора оценка. Это оценка, прежде всего, жизненного уровня тех людей, которые работают в этой сфере. У иснующих умовах необходимо максимально мобилизоваться и убрать с палетков зерня у худки термин. Нельзя растягивать работы на месяц и более. Президент поставил задачу завершить уборочную кампанию не позднее за 20-е жнивня. Александр Лукашенко так само нагадал, что им были дадены доручения правоохонным органам обжорским контроле за ходом работ. Захованность урожаю – это питание харчовой беспеки краины. Страты недопущальные. На период уборочной кампании Александр Лукашенко дал самые широкие полномодства старшиням райвы Конкамов. Их решений до первого костричника 2017 года, связанные с уборочной кампанией, кончатковые и обскаржению не подлягают. Особливое доручение президента – сродком массовой информации. Необходно активно заниматься осветлением полевых работ. При этом рассказывать как про поспехи, так и про проблемы. Дмитрий Котов, телерадио кампания «Гомель» при поддержке агентства теленавинов. Сотки перапоны и земельные спречки по раннейшему застаются головным пытанием, с яким же хары региона звертаются особисто до старшины Аблова Конкама. Сегодня у Владимир Дворник у «Гомеля» провел черговый прием грамадян. Темой переважной большинства из воротов стали территориальные спречки помеж суседями. Причины возникнения таких конфликтов крыются не только у человеческой прагности. Десяти годы тому межземельных на делу проводили литерально на ВОКа. И реальные платы часто не отповедают документальным межам. Тому земельные конфликты помеж суседями могут тягнуться годами. Кожное питание, с яким грамадяне звернулись до старшины Аблова Конкама, было разгляджено особно. Решение у допомозе урегулирования конфликтов принято индивидуально. У особливых выпадках, как допомогли вырешать спречки, Владимир Дворник пообещал особисто приехать на место суседских баталий. Протягиваем выпуск. У Беларуси шмадзетным и молодым семьям дадено право отримливать держпатрымку при будовництве жилья. Гэта продуглежена указом номер 274, який сегодня подписал президент Александр Лукашенко. Документам уносятся изменения в указ номер 240 об державной поддержке грамадян при будовництве реконструкции жилых помешканья. В ответственности с ним скористаться поддержкой державы на умовах указа номер 585 могут семьи, которые имеют потребу в поляпшении жильевых умов. А житявляясь в будовництве жилья и заключили для этих мед до 6 жюня 2017 года включены кредитные договоры. Маются на увазе коммерцины и нельготны кредиты. На гэта у целым по краине могут различовать больше за 2800 молодых и каля 150 шмадзетных семьев. Гарачая будовля. Акция с такой назвой прошла сёння у Гомеле. Представники службы социальной обороны и Червоного крыжа наведали будовлю областной детячей больницы, каб проверить выконание правил обеспеки и створить зручные успякоту умовы працы. Под рабязностями Володы Ганна Ковалева. Гомельская областная детячая клиничная больница – всё негаловно будовничий объект нашего региона. Установа повинна принять пациентов, как мога худшей. Тому на все работы было отведено два года замест четырех. Каб поспеть, будуют и в день, и в ночи. Узмену працуют больше за 200 человек. Процесс идёт любое надворье. Наводкали на градуснику плюс 36. Исходя из сегодняшней ситуации, например, из температурного режима, режим работы людей меняется в соответствии с температурой, в соответствии с режимом работы. Мы стараемся до повышения температуры производить работу на высоте. К примеру, работы на кровле производим до 10.00, с 7 до 10.00. Дальше люди переходят в подвальное помещение и выполняют работы по гидроизоляции. Каба ценить в оконании правилов оху и працы, сюда пробыла мобильная группа. С этой же метой представники управления по праце и занятости социальной обороны Гарваканкама наведывали будовничий объект и минулым летом у самой гора Чапирэд. Увы, ни у первых, ни у других выпадков порушений не знали. Вы понимаете, если люди выявляются и выявляются, они должны немедленно устраняться, потому что это жизнь людей. В частности, на данном объекте, люди обеспечивают не спецодежды, средствами защиты. Потому что без соблюдения элементарных правил охраны труда работать здесь было бы очень тяжело. Сырод Мэтаурэйду не только проверить, а и подтримать людей. Для этого в состава мобильной группы так само вошли представники червоного крыжа, которые привезли бутылеванную воду и памятки с корыстной информацией. Усяху будовникам раздали больше за сотню бутылек и буклетов. С людьми провели профилактичные гутерки, разповели, как не отримать тепловой удар и что делать, если поспехнуть, как не удалось. Если все-таки случился тепловой удар, то тогда нужно человека переместить в прохладное место, снять с него лишнюю одежду, уложить в горизонтальное положение, немножко приподняв ноги, дать попить водички и сделать такие охлаждающие компрессы на область головы, груди, локтевых сгибов, коленных. Вся эта информация есть, конечно, в наших информационных буклетах. Сами понимаете, у нас работа, и мы потеем как в жару, так и в холод. Лишь бы воды было, всегда под рукой бутылка воды. Очень хорошо, что есть поддержка. Мероприятие очень хорошее, это самое. Больше просветительской работы, конечно, надо производить с населением. Дорога, эта акция для селетнего лета не дебютная, когда на дворе дыктуя представники червоного крыша, выходят у працованные коллективы, идти просто до прохожих, как раздать воду. Что тысячи семеновито-будовничьих объектов, то только у областных центров. С початку лета таким же чином социальной службы их проверено каля 36. Планы расписаны и на ближайшие два месяца. Мониторинг планует провести литерально на всех будовлях. Ганна Ковалева, Михаил Рабко, Утеля, Радио, компания «Гомель». 65 субсиды отрымали из-под шатку года же хары Гомеля для открытия уласной справы. Гэта на 15 больше, чем у первой погоды 2016-го. Рамесной деятельностью вырешили заняться 13 человек. Стольки ж будут оказывать послуги по грузоперевозках. 10 человек выбрали сферу гандлю. Далее идут цырульная справа, рамонт кватер и автомобилев. Замыкает спис уникальный пакуль вид деятельности. Одна субсиды выделена для предоставления послуг подденным в знаходжении с детьми. Даречи, помир безвыплатной допомоги перевышает 1000 долларов у эквиваленте. А кроме предоставления субсиды, во управлении по праце занятостей социальной обороны Гомельска-Гагарова-Канкама активно займаются перенавучанием специалистов. Дякуючи тесному взаимодействию с предприемствами и пошуку новых форм и способов працеулаткования, у опошний час колькость беспрацовных скоротилась. По час пякотного надворья на усіх пляжах региона узмоцненный контроль. По час чергового рейду супрацовники АСВОДА, Управлении внутренних справ и МНС наведали стихийные пляжи у Гомелі. Наши корреспонденты доведались, якой небезпецы подвергают себе отпочиваючая. Для одних пякучая солнце на годы отпочить на пляжи, для інших мобилизовать силы и подвоять намаганию боротьбе за безпеку. Городжане вырошили скористаться редкими спякотными днями по максимуме. При этом многие не на офицейных пляжах и порушающи правила безпеки. Вот вы на сегодняшний день нарушаетесь закон. Вы подвергаетесь свою жизнь и жизни своего, я так понимаю, племянника, да? Или брата? Нет, это мой брат. И жизнь вашего брата – опасность. Любой из вас вот здесь может утонуться. Причем утонуть реально. Спякотный пире для воротовальника Гомельской областной организации АСВОД – один из самых напруженных у сезонья. Только у Гомеля под их контролем знаходятся 9 оховаемых и десятки стихийных пляжей. До кожного воротовальника не приставишь. Техники хапаек обтримать на контроле усе легальные места от пашинку. У остальных выпадках проводятся рейды, паша сяких порушальники могут отримать штрафу по мере трех базовых величин. На первый взгляд мера жесткая, але она продыктована статистикой. С начала этого года уже было спасено 14 человек, из них 5 несовершеннолетних. Также предупреждено несчастных случаев около 2000. Из них 500 несовершеннолетние. И по оперативной информации утонуло с начала года 19 человек. Это при купании, особенно увеличилось в последнее время, а также при падении в воду по различным причинам. Или человек находился в состоянии алкогольного пенения, или же это был приступ болезни. Варто отзначит, что все выпадки гибели людей на воде отбылись у неустановленных для купания местах. Специалисты находали отпочивающим о правилах, які часом могут выротовать життё. Наприклад, заходить в воду треба поступово, как привыкнуть до перепаду температур. Не нырайзь мостов и не признашенных для этого конструкций. Не наближаться до лодок и звертать увагу на поводины інших купальщиков. Махчима, кому не вузих, потребна допомога. Туда, на пляж. Потому что здесь местами глубоко можно попасть в яму или упасть. И нам в школе объясняли, что в таких водоёмах, там, где такая территория, то нельзя купаться. Можно заплыть куда-нибудь и вдруг судорога. Потому что никого не будет рядом. Дарыча, больше из-за уваг по час рейду отрымали неполнолетние, які пришли до водоёма без дорослых. Про такие выпадки специалисты поведомляють батькам и керовництву школы. Застается сподзяваться на самосвядомость насельництва. Без яйени, які намагані не дадуть вынікув. На жаль, некоторые отпочиваючі негативно однеслися до проверки и протягнули своё купання у небезпечных местах. Ганна Корольчук, Настасья Кучинская, Михаила Рабкоу, телерадовая компания «Гомель». Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by Далее у эфира «Спортивный огляд» с новинами спорта вас познайомить Михаил Садовский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова